На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам про две крутые серии из сериала «Секретные материалы». Что, собиралась стрелять в безоружного? Деловая встреча Джорджа Ашера прошла неудачно. Когда он возвращается в свой офис под вечер, некто наблюдает за ним из ливневой канализации. Когда Джордж поднимается в свой кабинет, наблюдатель пробирается следом. Он ползет по узкому вентиляционному каналу. Джордж звонит домой, чтобы оставить сообщение жене. Идет за кофе. А когда возвращается в офис, на него нападает неизвестный и лишает его печени. О происшествии агент ФБР Дана Скалли узнает от своего старого приятеля Тома Колтона. Том – карьерист. Ему нужно получить несколько громких раскрытых дел, чтобы продвинуться по службе. Поэтому, когда Том просит Скалли о помощи, он предупреждает ее, что расследование будет вести он сам. В качестве благодарности Том обещает карьерный рост для Скалли, которому в данный момент мешает ее совместная работа с Фоксом Малдором. Том в растерянности, ведь убийца лишил жизни уже троих людей. Причем он проникал незамеченным в охраняемые и закрытые изнутри помещения. А попав туда, он убивал своих жертв, вырывая у них голыми руками печень. Колтону нужен психологический портрет убийцы. Так будет проще поймать его. Скалли рассказывает об этом деле Малдору. Вдвоем они приезжают на место преступления, и Малдор находит на вентиляционной решетке странный вытянутый отпечаток пальца. Колтон говорит, что это пустая зацепка, ведь через такое узкое отверстие никто не способен пролезть. Малдор сравнил найденный отпечаток с другими идентичными отпечатками, обнаруженными на местах убийств в Балтиморе. Причем часть отпечатков нашли в 30-х годах, а другую часть в 60-х годах. По версии Малдора, 100-летний убийца пролез через вентиляционную решетку и голыми руками вырвал печень у бизнесмена. Скалли скептически отнеслась к этой теории, но периодичность в 5 убийств каждые 30 лет ее заинтересовала. Малдор решает действовать самостоятельно, не пересекаясь с расследованием Колтона. Скалли же составляет психологический портрет убийцы и передает его Тому. На основании ее описания, тот организует оперативные действия. В офисном здании, где убили Ашера, выставляют наблюдение. Скалли уверена, что убийца вернется сюда, однако Малдор с недоверием относится к этой версии. Но именно Малдор замечает человека, ползущего по воздуховоду. Скалли, вызывай подмогу и беги сюда! Скалли вызывает подмогу и мужчину арестовывают. Им оказывается Юджин Виктор Тумс. Он утверждает, что забрался в воздуховод по работе. Тумс служит в департаменте по контролю за животными, и ему уже приходилось вытаскивать из вентиляции здания труп кошки. ФБР проверяет Тумса на детекторе лжи, но он успешно отвечает на все вопросы, за исключением тех, которые попросил задать Малдор. Однако их считают не относящимися к делу и игнорируют. Вы об этом дурацком вопросе простолетний возраст? Малдор рассказывает Скалли, что сопоставил отпечатки, найденные в офисе Ашера, с отпечатками Тумса, и они совпали. Оказавшись на свободе, Тумс выследил новую жертву, забрался в дом через каминную трубу и прикончил мужчину. При этом он забрал безделушку с каминной полки, чтобы добавить ее в свою коллекцию. Оказавшись в доме жертвы, Малдор понимает, что преступник забрал себе сувенир. Они со Скалли начинают искать информацию о других преступлениях Тумса. У тебя нет с собой таблетки драмамина, а то меня от такой работы обычно тошнит. И выходят на полицейского, который вел его дело в 30-х годах. У него накопилось много материалов на Тумса, включая кусок печени одной из жертв, которой он нашел на стройке. Также в папке Фрэнка Брикса есть фотографии Тумса, сделанные в 1963 году. На них тот же человек, которого проверяли на детекторе лжи. За эти годы Тумс ничуть не изменился. Изучив архивы, Малдор и Скалли находят здание, где Тумс проживал в 1903 году. Первой его жертвой стал сосед сверху. Здание давно заброшено и предназначалось под снос, поэтому напарники не надеются здесь ничего найти. Однако, обнаружив дыру в стене в комнате Тумса, они видят скрытое убежище. В нем Тумс построил гнездо из обрывков газет, тряпок и желчи. Здесь же находятся трофеи, которые Тумс украл с мест преступлений. Малдор высказывает предположение, что Тумс – генетический мутант, чье тело обладает высокой гибкостью. Малдор уверен, что он впадает в спячку каждые 30 лет, а проснувшись, совершает 5 убийств, чтобы добыть еще печени, которая поддерживает его жизнеспособность в период спячки. Когда Малдор и Скалли выходят из убежища Тумса, Дана за что-то зацепилась. Это была рука Тумса. Он украл ее медальон. Малдор остается следить за домом, где когда-то жил Тумс. Однако, когда его сменяют агенты Колтона, тот отзывает своих людей, позволив Тумс убежать. В качестве новой жертвы маньяк выбрал Скалли. Об этом Малдор узнает, проникнув в убежище мутанта и найдя там медальон напарницы. Малдор отправляется к Скалли. Когда он врывается в ее дом, девушка уже борется с Тумсом, который хочет вынуть из нее печень. Вдвоем они побеждают маньяка, приковав его к водопроводной трубе. Тумса отправляют в тюрьму для психически больных заключенных. Здесь он начинает создавать для себя новое гнездо. Тем временем Малдор рассказывает напарнице, что тело маньяка имеет аномальное строение, позволяющее ему пробираться в очень узкие отверстия. Когда они уходят, Тумс замечает окошко для подачи подноса с едой и понимает, что это его шанс на побег. Однако сбежать он не успевает. Появляется психиатр, работавший с ним все это время. Аарон Монти дает надежду на скорое освобождение после прохождения психиатрической экспертизы и судебного слушания. Тем временем Скалли вызывает к себе заместитель директора ФБР Уолтер Скиннер. Его не устраивают нетрадиционные методы работы их с Малдором отдела. Скиннер требует следовать инструкциям. В ходе судебного заседания Аарон Монти доказал, что Тумс психически здоров и готов вернуться в общество. Доводы Малдора и представленные им доказательства судья не стал рассматривать, потому что они выглядели слишком неправдоподобно. Пока Монти читал свою речь, Тумс почувствовал неодолимую тягу убить его и забрать его печень. Преступника освобождают, и Малдор решает следить за ним самостоятельно. Он не хочет втягивать в слежку Скалли. Тумс возвращается на прежнюю работу. Собирая дохлых животных с обочины дороги, он замечает девушку, и у него возникает желание убить ее. Но тут появляется Малдор. Приходится Тумс успешно ретироваться. Скалли тем временем навещает Фрэнка Брикса. Старик рассказывает ей об одной жертве, тело, которое не нашли. Остался только кусок печени. Его обнаружили в ходе строительных работ на химическом заводе. Фрэнк уверен, что пропавшее тело может подтвердить вину Тумса. Поэтому он его и спрятал. И искать его надо на той самой стройке. Скалли и Брикс едут на территорию завода. Здесь специалисты сканируют фундамент, но ничего не могут найти. Тогда Фрэнк сам начинает искать место захоронения, используя свою удивительно сильную интуицию. И он находит нужный участок бетона. В нем обнаруживаются кости. Пока Скалли искала следы его прошлых преступлений, Тумс определил свою новую жертву. Он проследил за случайным прохожим до его дома и попытался забраться внутрь через канализацию. Малдор, следивший за Тумсом все это время, ненадолго задремал, а проснувшись, проверил его авто. Тумса там не было. Тогда Малдор пошел в дом предполагаемой жертвы, чтобы предупредить о проникновении. Выбравшись из канализации, маньяк залез через окошко. Однако Малдор его спугнул. Изучив скелет, найденный Скалли, эксперты выяснили, что жертву убили в 1933 году. Также на одном ребре с правой стороны, в том месте, где находится печень, нашли следы зубов. Скалли приезжает к Малдору, который следит за домом Тумса, и отправляет его отдохнуть. Напарник уже несколько ночей не спал. Она обещает подменить его. Я подежурю, а ты поезжай домой. Когда Малдор уезжает, в багажнике его машины уже прячется Тумс. Он проникает к нему домой и инсценирует собственное избиение, чтобы подставить Малдора. Этот агент стал слишком назойливым и мешает совершать преступление. В больнице он рассказывает, что его избил Фокс Малдор, и того вызывает к себе Скиннер. Да в чем дело? Агент Малдор, собирайтесь. Скалли идет за ним и обеспечивает напарнику алиби. В итоге его оправдывают, но запрещают приближаться к Тумсу. Скалли пришла в голову идея – сравнить следы зубов на ребре жертвы со снимками челюсти Тумса, которые сделали после его задержания. Построив компьютерную модель, она доказала, что это Тумс оставил след укуса. Тумс тем временем начал строить новое гнездо. В этот момент к нему приехал Аарон Монти. Оставшись наедине с психологом, Тумс убил его, чтобы забрать печень. Теперь у него есть полный комплект, а значит можно ложиться в спячку. Малдор и Скалли обнаруживают труп Монти и понимают, что Тумс спрячется в свое гнездо на следующие 30 лет. Малдор уверен, что он заляжет в спячку в своем старом доме, однако его снесли, а на этом месте построили торговый центр. Сюда напарники и приезжают в поисках маньяка. Малдор обнаруживает гнездо Тумса под эскалатором. Мутант выскакивает наружу и пытается прикончить Фокса, но тому удается выбраться наверх и включить эскалатор. Механизм убивает Тумса. Отчет, составленный Малдором и Скалли, убеждает Скиннера, что те действовали, как того требовала ситуация. Выйдя от начальства, Малдор разглядывает кокон с гусеницей, вспоминая маньяка. Он уверен, что отдел «Секретные материалы» вскоре ждут перемены. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов.